Новый крестовый поход. Американские подарки и московские отдарки. Очередная попытка заполучить феникс закончилась неудачно. Последняя битва была отложена судьбой на десятки лет. Как вы уже знаете, судьба злодейка всегда дает небольшие передышки, ведь ей надо кормить целую толпу лоботрясов, конченых гоплинов, следить по хозяйству. Россия и ее население пока продолжает жить, но очень скоро она может превратиться в Северный Израиль и в фабрику для получения кошерного человеческого мяса. Все идет к тому. Уже почти все в России куплено и недорого. Например, Новороссийский порт был продан еврею за 20 миллионов долларов. Вся страна и ее бесценные богатства скуплены за бумагу с небольшим количеством зеленой и черной краски. Вот что может сделать авторитет банкнот и алчность людей с Божьей помощью. Может, уже в течение года юдеи объявят бумажные доллары в России фальшивыми и поставят россиян под меч, на колени, для получения большого гавваха. Армия, защитница России, уже уничтожена. Бояться дяденькам с пружинками на голове уже нечего. Они так и говорят, наши северные территории. И турки, и израильтяне – это, как вы уже знаете, без разницы. На карте раздела территории России, уже не нашей Родины, даже распределены участки для конкретных хозяев по новому мировому раскладу, для всех лучших друзей Аллаха. Есть на той карте и московское государство с прилегающими территориями. Аллах подарил его своим кремлевским щенкам. Башка пахан Яхве верных не обидит. Только разве что неверных. Московское правительство добивает русский флот и армию. Размещает огромные заказы на ковровых фабриках. Там ткут голубые ковровые дорожки для встречи американцев. Также по московским заказам изготавливаются подарочные ключи от городов, полотенца, фигурные солонки. На складах накапливается лучшая мука для выпечки приветственных караваев. Дьявол готовится к торжественным парадам в свою честь. Сам Яхве и его ангелы разучивают песни, покрывают свежей краской десантные корабли, готовят разноцветную праздничную подсветку луны. Но незримая для простого взгляда битва за чудо-оружие продолжается и сейчас, прямо в эти минуты. После смерти королевы Елизаветы в мире многое начнет меняться с большим ускорением. Битва за Тартар видоизменилась, стала более тихой, скрытой и подлой. Враг знает, что ключи от неба по-прежнему в России. Идеологически и экономически разрушив Россию при помощи своих помощников в Москве, сделав доступными ее границы, буржуины пытаются выведать главную военную тайну мира и поставить точку в извечном русском вопросе – кто виноват и что делать? Их раздражают эти тупые вопросы. США – наследники Третьего рейха. Штаты построили на обломках империи Гитлера Четвертый рейх, закабалив весь мир развратом, заковав его цепями рабства. После победы над российским народом и его армией цветные голубки делают в беззащитном мире что хотят. Они заняли все стратегически важные регионы мира. Они готовятся к последней войне. Они готовятся к военной интервенции на северо-западный Кавказ. Подготавливают почву для провокации против американских граждан, для того, чтобы начать интервенцию, как после революции 1917 года. В 1918 году. В Новороссийске открыто представительство ФБР США. Вот так скромненько, опять же, выгодное местечко, недалеко. Надо ждать дорогих гостей. Одни только запонки на рубашке каждого стоят 200-400 баксов. Они, конечно, не будут снова взрывать свои небоскребы, как они поступили в Нью-Йорке, для того, чтобы начать реализацию проекта «Новый мировой порядок». Теперь, когда Россия разоружена нашими президентами, они просто придут, чтобы защитить свои интересы, безусловно, только с разрешения московских друзей. Когда я был маленький, то знал, что мир на земле нерушим из-за баланса ядерных ракет. Верил в то, что наша страна защищена самой совершенной системой противоракетной обороны. Позже оказалось, что Москва, заявившая на первых этапах гонки вооружений о неуязвимости страны, трусливо пыталась закрыть от ядерного удара лишь Московскую область, за счет всей страны тратя народные миллиарды. Система обороны действительно воплотила в себе лучшие достижения в области космической и электронной техники. Апофеозом этого проекта стали испытания истребительной противоракеты против баллистической ракеты с настоящим ядерным зарядом. Чтобы все было по-взрослому, видимо, для остроты ощущений, москали направили ракету на территорию Дальнего Востока. Если бы противоракета не поразила ядерную цель в космосе, то жители удаленной территории России до конца бы прочувствовали ядреную, горячую любовь и заботу Москвы. Буржуины придут, чтобы продолжить поиски священного Грааля, начатые масонской франко-российской цементной компанией под Геленджиком. Только для этого они собираются использовать современную горную и подводную технику. В 2001 году американская военщина Антанте прислала через посредников под видом отстоя на геленджикский шельф плавучую платформу. Ту, что используется голубым потоком для прокладки труб. Платформа оснащена отличной аппаратурой для слежения за различными процессами в толще вод и геологических пород. На ее борту дорогие батискафы и мини-субмарины. Они проводили разведку материкового склона и шельфа, пытаясь поточнее определить место будущей работы. Хотя, может быть, америкосы уже пытались штурмовать коммуникации Верхнего Тартара. Пару годами ранее Антанта предпринимала на шельфе Геленджика разведку боем, пригласив для этой миссии французских друзей из команды Кусто с их красавицей Альсионы, проект «Новые аргонавты». Тогда американцы еще сами стеснялись здесь работать, без формального, ничего не значащего позволения Москвы. Поэтому для применения против Геленджика и его нижних этажей микрорезонансной техники были приглашены более благородные и известные люди. Будучи в зените славы, Жак Кусто часто думал, почему мне все разрешают и ничего за это не просят. Время пришло и его попросили. Ранее со спутников Геленджик не смогли достать, хотя Москва на протяжении нескольких лет прогнозировала гибель Геленджика от землетрясения с эпицентром под горой Нексис. Когда лунатики выяснили, что город номер один защищен от ударов со спутников, было решено использовать адскую машинку уже под защитным экраном с борта Альсионы. Микрорезонансная техника позволяет вызывать сильное землетрясение, посылая резонансные импульсы в определенную заранее геологическую породу. Подобная техника спутникового базирования уже применялась, например, для разрушения Спитака, Кировакана. Раскачка геологических структур происходит как при подпрыгивании резинового мячика. Нужно только в нужный момент его ударять. За посылкой очередного импульса следит ноутбук за пару тысяч баксов. При подобной раскачке рушатся каменные мосты, если множество солдат одновременно выполняет команду левой-левой. В течение пары месяцев шельф Черного моря у берегов Геленджика сотрясали мини-землетрясения. На берегу открытого моря было страшно стоять. Под шельфом что-то рушилось. В воде появлялись водовороты, слышался скрежет сдвигаемых плит. Пару раз в Новороссийске по местному радио объявляли о гибели Геленджика после очередной ночной работы Альсионы. Но преждевременно Феникс защитил свой город. Когда моряки из Новороссийского пароходства, работавшие в помощниках на Альсионе, с вытаращенными глазами спрашивали у своих работодателей, зачем делается эта дьявольская работа, то спецы подружески подмигывали своим помощникам и говорили, мол, ничего страшного, нас просто попросили проверить сейсмоустойчивость Геленджика, ведь раньше норма устойчивости была низкой, теперь она изменена и повышена до 12 баллов. Если город не погибнет, устоит, значит все нормально. Они отвечали морякам с увлеченностью свидетелей и еговы, а в их глазах отражалась полная луна. Вскоре программа была свернута, так как дальнейшее ее применение ничего существенного уже не давало. Кусто от тоски вскоре умер. Я так надеюсь. Вот фото документы новых аргонавтов. Об этом плавании команды Кусто вряд ли вы слышали по телевизору или по радио. Лишь немногие ростовчане были удивлены появлением Альсионы на Дону. Говорят, Альсиону в то время видели и в Каспии под Астраханию. Вот Альсиона на рейде в Новороссийском порту. Команда Кусто давится русским караваем и испытывает оргазм от торжественного момента. Как я любил вас, ребята, за ваши человечные фильмы! Вассалы Луны не всегда были такими беспардонными. В годы, когда советская власть твердо стояла на ногах, американцы и японцы предлагали разобраться по-хорошему. Форд предложил Советскому Союзу автомобиль, причем каждой советской семье к 2000 году. Всего-то за разрешение порыться в горных массивах Маркхотского хребта и прилегающего района. Японские товарищи просили скромнее и давали меньше. Они предлагали пробить в Маркхотском хребте тоннели и установить в них ветрогенераторы. Так они совершенно бесплатно хотели ликвидировать ветер Норд-Ост и получить электричество, но опять же для наших нужд. При этом они просили только дать покопошиться в хребте и забрать себе весь добытый Мергель. Но Москва сказала нет. Мол, мы сами собираемся меч из камня доставать или не доставать. Прошли годы. Неудовлетворенные западные гомики из каталожники из антироссийской коалиции НАТО и извращенцы из российского правительства мстят бывшей Тартарии. Они бесятся от того, что птицы счастья не даются им в лапы. Они в истерике сжигают леса, рвут нервы энергосистемы страны, глядя вам в лицо бессовестными и абсолютно частными глазками Чубайса, грабя и насилуя живущий здесь народ. Вы будете смеяться, но на моей планете Тера тоже живет парень по фамилии Чубайс. Правда, у нас он не рыжий, а брюнет. У нас он большой, уважаемый ученый, писатель и лидер масонской группировки. Контролирует все деньги правительства. А у вас лишь злой колдун-электрик. У нас он автор популярных книг. Он написал юмористическую эпопею «Приватная жизнь людей». Затем вышла в свет его книга «Индийские энергетические вампиры». Кто они? Очень была популярна его книга «Долги Виктора Франкенштейна» и «Россия во тьме». Перед моим перемещением с Теры на землю писатель готовил к выпуску книгу для детей Израиля «Жизнь и смерть электроника». Он рассказывал, что на эту работу его вдохновил советский фильм «Приключения электроника». Он смотрел его несколько раз, замирая перед экраном, как какой-нибудь пацан. Некоторые москалей в Геленджике сами и через местных посредников пытаются построить мусоросжигающие заводы на горе Дооп, порт для разгрузки радиоактивных и токсических отходов, дороги для перевозки отходов и захоронения их в недрах Кавказа. Пока в Москве было двоевластие, в Геленджике боролись интересы двух еврейских кланов. Одни ратовали за порт и мусоросжигающие заводы, другие за курорт для отдыха своих гоблинов. С приходом нового царя на московский престол необходимость строительства еще одного порта отпала. Новороссийский порт нормально справляется с ввозимыми отходами, и люди уже не против отходов, просто устали. Попытки строительства множества тоннелей через горы, якобы только для новой дороги в Геленджик, к новому порту поражало многих. Я как-то разговаривал с краевыми спелеологами на эту тему и услышал от них такой ответ. Мол, мы видели маршрут строительства новой дороги. До твоего рассказа мы не могли понять, зачем столько тоннелей, если можно сделать только один? И зачем сооружать целую подземную дорогу, да еще делать ее зигзагами? Сейчас кое-что изменилось. Новый девиз власть имущих – Геленджик, город для богатых. Все как в начале века, при застройке города, еще до революции. Город строится. Похоже, он готовится стать менее многолюдным, чтобы здесь хорошо отдыхалось серьезным теткам и дядькам. Нищающие люди выдавливаются со своих участков и квартир. Политика выдавливания наблюдается во всех благополучных регионах нашей бывшей страны. По новому мировому раскладу 150 миллионам россиян нет места под солнцем. Большинству населения грозит депортация в СССР. Под тонким слоем земли России находится СССР уже на глубине около двух метров. Лунатики готовят россиян практически к поголовному истреблению. Собираются превратить землю Кавказа и всю страну в бездушную, местами в радиоактивную пустыню, разграбив ее и осквернив. Пылает тайга, умирает весь лес, погружая в экстаз перспективы небес. На лицах людей, на молящих губах, бред научных идей синтезирует страх. Разрушены мосты, отравлена вода и, стало быть, идти неведомо куда. Туда, где свет рождает жизнь, туда, где все имеет смысл. Туда, где ты в моих руках забудешь смерть, забудешь страх. Открыты глаза для сверкающих звезд. Разрушение стен принимаю всерьез. Разбиты дома, уничтожен очаг, миражи пустоты, как сожженный рейхстаг. Рокгруппа технология. Специальные службы Луны через своих посредников разворачивают один проект за другим, пытаясь проникнуть в Тартар, подземную Русь. Они ведут информационную войну, занимаются сбором разведданных. Пытаясь узнать тайну Геленджика, ведущие страны мира объединяют для создания различных проектов прикрытий, под интересными названиями, такие как Прима-Пилот, специально для Геленджика, по международной экологической программе ТАСИС. Проект Прима-Пилот призван обеспечить комплексное управление прибрежными зонами КУПЗ Геленджика. Пилоты собираются очистить город, задавая дурацкие вопросы населению. Братья-пилоты спрашивают жителей города, устраивают ли их дороги, транспорт, задают вопросы о качестве жизни. Одно время ходили по домам и выясняли, не беспокоят ли соседи какими-нибудь ритуалами или выясняли наличие участков, гаражей, дорогих вещей. Выясняли, не является ли у нас проблемой вандализм, есть ли будущее для молодежи города, каково качество услуг и удобств. При попытке выяснить, от чего и от кого хотят очистить город спасители от ТАСИС, представители в еврейских пилотках ответить затруднялись и трусливо уходили. Москва превращает Геленджик в официальный полигон МНТЦ Вент Биоэнергокоррекция. Здесь проходят испытания психотропного оружия. Идет попытка глубинного воздействия сквозь толщу грунта по местам скопления предполагаемого противника. Проводятся попытки управления существами и веществами при помощи адресных микрорезонансных воздействий через спутники. Велись наблюдения за зоной повышенного внимания из космической станции МИР. Как уже говорилось, погодой управляет Луна, вернее больше Дестини. Управляемые дожди, ураганы, засухи не проблема для Луны. По расчетам ученых, объем выпадающих осадков не соответствует испарившейся воде. Также объем воды, выпавшей из конкретной тучи, не совпадает с расчетными данными. Ученые из МНТЦ Вент Биоэнергокоррекция, проживающие в России, они на полигоне под названием Краснодарский край несколько лет назад показали, что такое проливные дожди вообще без облаков и без остановки. Они просто со спутников заставляли соединяться кислород и водород. Они продемонстрировали рукотворные ураганы над Геленджиком и Москвой и показали много других чудес лунной техники. Такие чудеса, как изменение химического состава сложных веществ, ускорение распада радиоактивных материалов в десятки раз и выше. Также для них не проблема управления климатом. Температура может быть изменена локально на десятки градусов. Вентовцы, вернее их хозяева, способны управлять активностью микробов, отвечающих за урожайность почв. Управление ростом растений, модуляция растительных паразитов-симбионтов, поведением животных и человека осуществляется, как вы уже слышали, очень просто. Через микробы-паразиты-симбионты и прямое дистанционное воздействие. На территории пристального внимания Луны в Геленджикском и прилегающих районах на северо-западном Кавказе, Вент и другие входящие в лунную корпорацию организации с помощью спутниковой и биотехнологической техники пытаются развернуть новые религиозные течения. Так как эта Земля хорошо защищена от атак из космоса, приходится использовать старые добрые, злые методики идеологической войны, создавая вспомогательные движения, такие как движение Анастасии, Радостея, Божественная Земля, Геленджик. Лунатики поддерживают религию сексуально озабоченных инглингов, международную организацию сознания Кришны, воины которой дежурят и ждут приказа два раза в год, весной и летом, в доме отдыха Голубая Даль, поселок Дивноморск. На закрытой территории Геленджика свели гнездо боевики и Яговы и другие техно-биосекты. Они ждут приказа Луны, чтобы выполнить его в час икс. Целый штат исследователей и писателей корпорации стараются отвлечь внимание от Кавказа или наоборот привлечь, но под определенным Яхве углом зрения. Идет война за информационное пространство, за землю обетованную. Писатель Асов реконструирует русские веды и начинает тянуть внимание на север и восток, правда, на русский восток. Демин, давая множество доказательств о Кавказской Атлантиде и Черном море, щелкает пальцами, как психиатр, периодически, как заводной, повторяя фразу. Значит, Атлантида была на берегах Северного Ледовитого океана или в Сибири. Комиссар Мулдашев, второе воплощение Индианы Джонса, пытается оттянуть ищущие души в Памир и Гималай с помощью Маши Распутины, заманивая туда людей мумиями своих башнеголовых предков, косых и рыжих, с треугольными глазами, также пирамидами, живой и мертвой водой. Правда, в корпорации Шабезгоев есть два Володи Шкавказской ориентации – алкоголик и святой. Они предлагают прийти к Аллаху прямо здесь, на месте. Это обычный прием, когда два следователя, раскручивая подследственного, играет доброго и злого работника одних органов, ну, чтобы дать жертве выбор в стиле НЛП. Теперь к Аллаху Яхве можно прийти через Анастасию и святого Йоргена в Мегре, девичья фамилия потомка кельтских бардов Пузанков. Надеюсь, вы о нем слышали. Это тот хлопец, что из-под носа у медведей и дедушек-дровосеков увел хорошенькую девушку-колдунью, правда, потом вернул назад, уже с пузом. В мире его книг звенящие кедры надо рубить на плашки, спать голиком с пьяными медведями, разговаривать с грибами, выращивать из них дома и тому подобное. Можно купаться в озере из гноя, постоянно меняя половую ориентацию. Третья или четвертая книга. Девушкам не грех купаться в источниках пресной питьевой воды в период менструации с бывшей депутатшей Ларионовой выше родника Наташа. Или на худой конец танцевать танец с метлами. Вокруг дольменов в военных мундирах лилит Пандоры, то есть голиком. Вечно молодой, вечно пьяный помощник лунной династии убеждает, что Анастасия — потомок Пандоры, лилит, что она еще раз спасет Россию. Прошу прощения за Владимира Мегре и его Анастасию. Его просто заставили сибирские вассалы лунной династии, хозяева заводов биологического оружия. Впрочем, как и многих других. Не трогайте и не нюхайте их книги. Они пропитаны феромонами для лучшей продаваемости. А то попробуешь раз и полюбишь увеличивать тиражи любовника Великой Дамы. Если этот путь уже скучен, то в армию Одина можно прийти иначе и достаточно просто, участвуя в проекте «Волынщик Господа». Надо нюхать звенящие можжевельники на большом утрише. Те, что еще пока не снюхали зубастики. Также нужно не по-детски, а конкретно по-взрослому спать с дельфанией, великой дамой, отбитой у дельфинов, танцевать с ней в воде, изучать гидросутру, накурившись звенящих морских водорослей с набожным и добрым потомком шантландских бардов Владимиром Лермонтовым. Он необыкновенный защитник истинной веры и сирот всея Руси. Правда, он почему-то лишил несчастных детей России финансовой помощи, присланной от дельфинов Черного моря. Вова говорит, что выбросил целое состояние в море, но дельфины ему так и не поверили. Любовник воплощения великой дамы дельфании утверждает, что побережье от Анапы до Геленджика – хорошее место для начала будущего матриархального мира. Вова говорит, мол, это место скоро превратится в женский детородный орган нового мира. Или им накроется. Лермонтов. Вот же повезло хлопцу с фамилией, прям как Мегре. Вова утверждает, что на Луне уже не модны кедровые плашки. Лунатики хотят, чтобы из последних можжевельников Кавказа, да, кедров здесь мало, сделали деревянные жертвенно-ритуальные ножи. Я при встрече с Лермонтовым выясню. Меня об этом просили местные испы етуны, волосатые и злые человека-медведи. Какова будет длина этих переносных кольев? Вот черти, даже перед смертью беспокоятся о лесе. И почему боги решили не использовать, как раньше, осиновые кольи? Как я думаю, это из-за приступов гуманности, чтобы не внести умирающему исполину или его потомкам инфекцию в сердце. Я обязательно спрошу при встрече у горца, потомка Михаила Юрьевича, который свободно разрубал шашкой черкеса вместе с конем. Сколько гектаров можжевельников он, набожный потомок народа Шотландии, планирует использовать для окуривания нечистой силы, а точнее для ритуала всесожжения жертв в час икс по приказу великой дамы, подательницы вкусных сухариков Кириешек. Распрошу необыкновенного рыцаря Господа, сколько можжевельников пойдет на вооружение новых амазонок деревянными жертвенными ножами. Предок Владимира Михаил Юрьевич, ограбленный в Тамане честными контрабандистами, конечно, тоже не был жалостливым человеком. Видя слепого сироту, оставленного на произвол судьбы родной из-за него, сказал, какое дело мне до печалей и бед человеческих, мне, едущему по государственному предписанию. Я обязательно спрошу горца, не ревнует ли господин Лермонтов великую даму к гражданину Мегре и как они ее мирно делят. У многих мужиков с этим проблемы, просили спросить совета. Знакомая геленджикская паспортистка просит меня узнать, как Вова, обрюхативший десятилетнюю дельфанию акселератку, собирается делать паспорт для сделанного им дельфиненка. Мегре, похоже, от этого вопроса увильнул, бросив Машеньку с детем у медведей. И, конечно, я поинтересуюсь у своего тезки, когда он последний раз виделся с Дунканом Маклаудом. Его срочно хотел видеть серьезный рыжий чиновник из РАО ЕС. Я встречал его несколько раз в горах, он что-то говорил о больших долгах горца. Этот чиновник меня стал надоедать. Луне в закрытой зоне Геленджика и Новороссийска нужны свои влюбленные в Бога и его воплощения адепты, чтобы в час икс закидать камнями и заколоть тех, кто не любит звенящую литературу и самого Господа. В зоне особого внимания Господу нужны гвардейцы, ему не важно, кто они, лишь бы не думали, а жили сердцем и к Богу шли матриархальными тропами любви. Товарищи комиссары, ваше стремление к информационной войне похвально, но дам совет. Сюжет ваших сказок, мягко сказать, примитивен. Даже с людьми не надо работать под копирку, их это начинает напрягать. Я понимаю, что вашей целью являются в основном доступные девичьи сердца и внушаемые люди. Но в зоне, охраняемой Фениксом, даже люди стремятся к чему-то более высокому, чем секс, любовь и поклонение к Богу. Здесь ищут истину жизни. Поэтому здесь, на Кавказе, просто так души не скупить. Тем более их трудно выменить на просроченный и третьесортный товар существующей реальности. Так что пишите больше разумного, доброго, вечного и бессмертного. Люди к вам и потянутся. В одном представители лунной династии прав. Недаром они обращают свой взгляд к малой земле, к Таманскому полуострову. Безусловно, здесь, под Кавказским Белогорьем, действительно есть то, чего нет в Риме и Иерусалиме. Здесь живет надежда. Так, не мытьем, нытьем, так катаньем, луна хочет получить Феникс. Избе на курьих ногах, луне хандре просто необходимо вернуть Ир, искусственный разум, бортовой компьютер, чтобы приобрести полное превосходство в последней битве миров. Меч, спрятанный в камне, его команду ищу и я. Сорок тысяч лет в гостях у сказки. Подарили звезды мне на счастье силу океана сердце мертвеца. Агата Кристи. Мне необходимо попасть в сады Геспира. За яблоками молодильными для братиков моих. Я стремлюсь в тартар всей душой. Я ищу могущество, чтобы вернуть из темницы тело волю, по которой втайне тоскуют все живые существа. Там буду я. Мне кот ученый об этом в сказках говорил. Но сначала я должен закончить свою сказку, дождавшись весны, как и обещал кавказскому пленнику.